Электронных методических комплексов, они имеют регистрацию во всероссийской базе электронных ресурсов. Также мы сформировали электронную образовательную среду в системе Изюгон, которая позволяет работать с обучающимися и отслеживать те моменты, когда обучающийся заходит именно на этот портал. И мы можем создать и использовать в рамках курса любую систему отслеживания активности нашего студента. Также в 2013 году колледж был подключен к системе Webinar Room. На 25 рабочих мест это был мобильный класс. На данный момент уже свыше 900 занятий проведено с помощью системы Webinar. И более тысячи обучающихся в этой системе с нами сотрудничают. Также нами было организовано сотрудничество с акционерным обществом в городе Ульяновск. Это акционерное общество «Универсал», которые помогли нам создать программное обеспечение электронных образовательных ресурсов наших. То есть мы создавали наполнение содержательное по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. А у Универсал они помогли нам это все обличить в программную оболочку. Таким образом получилась автоматизированная обучающая система, которая была представлена в Федеральном институте развития образования. И в 2014 году колледж получил статус экспериментальной площадки по внедрению автоматизированной обучающей системы. Если говорить об автоматизированной обучающей системе, то разрабатывалась она нашими преподавателями в содержательном своем наполнении. То есть мы разрабатывали учебный план в соответствии с ГОС. Этот учебный план наполнялся именно структурированным учебным материалом, начиная от общеобразовательных дисциплин и заканчивая выпускными экзаменами. То есть система может работать как в едином ключе. То есть студент заходит в систему, регистрируется и поэтапно осваивает все дисциплины курса по техническому обслуживанию и ремонту. То есть все абсолютно дисциплины по ГОС. И проходит контрольную аттестацию по каждому из наполняемых эту систему курсов. Точно так же можно использовать систему отдельно и по профессиональным модулям, и по отдельным дисциплинам. То есть система сейчас работает и используется нами в том числе на заочном обучении с применением дистанционной технологии. Какой мы предполагали результат, когда внедряли систему использования электронных образовательных ресурсов и автоматизированной обучающей системы? Конечно, это и диверсификация технологий, и удовлетворение высокого спроса на образовательные услуги, и преодоление территориальных барьеров, а я потом покажу географию распространения наших электронных образовательных ресурсов. Ну и, конечно же, расширение основной деятельности Омского автотранспортного колледжа. В том плане, что сейчас у нас работает многофункциональный центр прикладных квалификаций, и мы используем также переподготовку и повышение квалификации специалистов автотранспортной отрасли, в том числе с применением дистанционной технологии и электронных образовательных ресурсов. Вот, если говорить об ангетировании обучающихся, я, может быть, здесь как-то немножко будет такая прикличка с коллегами. Дело в том, что мы все время интересуемся, насколько интересен сам ресурс для обучающихся, как они видят наполнение этого ресурса, достаточно ли того, что мы им предлагаем в качестве электронных образовательных ресурсов, и насколько удобно этим пользоваться. Ну, если рассматривать образовательное пространство Омского автотранспортного колледжа с точки зрения использования автоматизированной образовательной системы, электронных образовательных ресурсов, электронной библиотеки, системы автоматизированного проектирования, в которой работают обучающиеся, то это вот такое многокомпонентное ее наполнение. Ну, и, конечно же, мы не могли обойтись без внешней оценки качества нашей деятельности, потому что, когда мы считаем, что это хорошо, ну, для нас это хорошо, но нам важно было понимать, насколько это оценено с точки зрения внешней оценки. И мы, начиная с 2008 года, участвуем во всероссийской программе конкурса «100 лучших товаров России», объявляя вот в том числе наши возможности по непрерывному образованию, по дополнительному профессиональному образованию. Ну, и вот в 2014 году была представлена автоматизированная обучающая система, были представлены электронные образовательные ресурсы. Мы получили не только звание лауреата, но и диплом, вы видите, в категории «Новинка». Наша автоматизированная обучающая система признана уникальной и на тот момент не повторяющей ни один из уже существующих электронных образовательных продуктов. Ну, и вот вы видите географию работы нашей дистанционной технологии, можно так сказать лучше, нашего заочного отделения с применением дистанционной технологии с использованием электронных образовательных ресурсов. На данный момент 322 студента обучаются на заочном отделении с применением дистанционной технологии и нашими преподавателями разработано более 135 электронных образовательных комплексов, которые зарегистрированы во Всероссийской базе данных электронных образовательных ресурсов. Благодарю вас за внимание. Да, пожалуйста. Во-первых, они приезжают, когда подают документы, хотя сейчас можно электронно подать, если я правильно вопрос понимаю. Второе, есть те специальности, которые нельзя все в полном объеме дистанционно, ну, так скажем, обучить студента, потому что лабораторные работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта провести дистанционно, ну, почти нельзя, так скажем. Они должны приехать и должны свои, может быть, я упрощу так, свои гайки все закрутить. Есть те дисциплины. И, конечно же, они работают с преподавателями в плане индивидуальной консультации, то есть глаза в глаза, как принято говорить, и это может быть использование системы Skype. То есть все свои студентов мы знаем лично. У нас много студентов, ну, много, я не буду говорить такое, наверное, определение, но есть студенты, которые имеют ограниченные возможности здоровья и относятся к группам маломобильных граждан, с которыми мы работаем именно вот с применением дистанционной технологии. В этом году вот одна девушка у нас поступила, хотела быть, но она без сопровождающего обучаться не может. И переехала сейчас в Тару, работает с нами с применением дистанционной технологии, но мы ее прекрасно знаем, педагоги с ней работают, узнаем о ее здоровье. Могу сказать, что там она в населенном пункте, где проживает, уже к моменту сеанса связи собирается несколько человек из близлежащих домов и тоже с нами коммуницирует, так можно сказать. Поэтому я надеюсь, что эти все технологии наши будут развиваться, мы будем совершенствоваться. И я думаю, конечно, нельзя отдать все на уходку в цифровизацию образования, потому что все равно очень важно живое слово, наверное, живой контакт. Но за ними будущее все равно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.